Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Такой вопрос был. Разработка сустава после перелома, травмы. Дело в том, что если человек чрезмерно бережется о своем суставе, то получается, что из-за того, что не хватает движения в суставе, мало вырабатывается внутрисуставной жидкости для смазки. И она просто высыхает. Поэтому, если вы получили травму, ну допустим, локтевого сустава, вот оно у вас переломилось, кости составили, ну из-за того, что была травма, значит все это в таком состоянии. Что бы я делал? Вот сустав. Значит любой сустав и вообще тело любит, когда на него обращают внимание, а именно начинают растирать. Легенькими движениями растираем свой локоток для того, чтобы помимо того, что мы обращаем внимание на эту область, у нас начинается легенький массаж наших там связок. Сюда уже начинает приливать кровь и мы с вами уже делаем хорошее дело. Раз кровь проливает, значит сюда поступает, уже начинает вырабатываться в суставе и внутрисуставная жидкость. Далее, если у нас сустав настолько тугоподвижен, значит мы берем и сами рукой вот такие вот движения делаем. Оказывается, чем больше движений, тем это лучше для суставов. Делаем такие движения, потихонечку наращивая амплитуду. Поделали. Чувствуем, что мы дошли до каких-то болевых ощущений. Остановились. Примерно через часик, если мы разрабатываем сустав, он нам нужен, мы опять начинаем вот это все делать. Больше, 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 больше. Ага, здесь боль, все. Останавливаемся. Если мы с вами начнем делать и преодолевать болевые ощущения, вот сразу, там просто-напросто может опять возникнуть воспаление и еще хуже. До легких болевых ощущений. Можно делать, смотрите, вот такие вот пассивные движения, покачивания. Отличная вещь. Вот таких вот покачиваний с постепенным увеличением амплитуды. Делайте все больше, больше, больше. Отдохнули. Что можно еще делать? Можно, естественно, использовать, я думаю, что лучше всего использовать живичный скипидак, то есть своеобразную растирку, которая бы еще немножечко разогревала сустав. Дополнительно туда шла кровь, потому что кровь и питательные вещества как раз они способствуют тому, чтобы здесь все быстренько заживало и восстанавливалось. И опять мы с вами самостоятельно начинаем делать больше, больше, больше. Ага, вот здесь больновато, все, стоп. Значит, до этого все. Чем больше движений, тем лучше. Буквально таки, не то, что там 10, 100. Движений должно быть тысячи, если вы хотите полноценно разработать свой сустав. Так, пробуем. Ага, суставчик пошел, пошел у нас. Хорошо, все. Можно под разными углами все это дело делать. Кстати, я сделал в целебной кулинарии видосик, чем лучше питаться для того, чтобы восстанавливать переломы костей. То есть, вот вы переломили кость, и как, что надо кушать, чтобы у вас перелом быстрее восстановился. Я рекомендую зайти в плейлист целебной кулинарии и посмотреть, какое там питание используем. Там и соки, и проросшая пшеничка, и, по-моему, яичная скорлупа. То есть, все для того, чтобы все это восстанавливалось. Далее вы можете воспользоваться, уже взять какой-то там весик и начинать с веса это все делать, чтобы у вас уже начали работать по-настоящему сухожилия и мышцы. Вес небольшой, движение побольше, опять-таки. Перед каждым упражнением потерли, растерли различные эти. Сначала вот произвольно вы распрямляете, так бы сказать, уже напрягаете. А потом уже можно там с весом, вес какой-нибудь там такой, и, допустим, опа, опа, поднимаете, либо сгибаете. То есть, суставы я бы разрабатывал так. Еще повторю. Это вначале какие-то пассивные движения. Главное, чтобы сустав заработал. Амплитуду постепенно увеличиваете. Такие пассивные движения. Ну, допустим, тут, если с детства у вас там был перелом. Вы потихонечку. Потом там. Во всех плоскостях. В колене, значит, то же самое с коленом. С плечом, конечно, потруднее, но тем не менее. Важно не допускать сильных болей, от которых бы возникло у нас дополнительное воспаление в суставе. Вот, легенькие, так сказать. Далее мы уже самостоятельно стараемся побольше сделать, побольше. Амплитуду уже. Чувствуем, да, суставчик у нас работает. Все хорошо. И в дальнейшем, в дальнейшем мы с вами уже используем какую-то нагрузку на сустав, чтобы он действительно укрепился. Вот так я бы укреплял собственные суставы после перелома. Субтитры сделал DimaTorzok